Владимира Путина, да, наш эфир к ним не доходит. Я надеюсь, через интернет или как-то люди нас услышат в Российской Федерации, в Крыму. И я, вот у нас аудитория, рожденная в Украине, и я перед вами делаю то, чего я никогда не делал. В 48-м году Генеральная Ассамблея Международной Медицинской Ассоциации приняла декларацию, которая по существу есть клятва Гиппократа. Я эту клятву переделал немножко, изменил три слова. Три слова мы с российскими коллегами можем обсудить. Я хочу, чтобы все мы, мы журналисты украинские и российские коллеги эту клятву приняли. Мы в войне. Не надо думать, что мы на грани войны. Мы реально в войне на территории России и Украины. Есть война. Поэтому я произношу клятву сейчас. Она клятва Гиппократа, но она клятва журналиста. Для меня. И я надеюсь, что мои российские коллеги перестанут заниматься пропагандой и примкнут к этой клятве. Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству. Я воздам моим учителям должное уважение и благодарность. Я достойно и добросовестно буду исполнять свои профессиональные обязанности. Информированность гражданина будет основной моей заботой. Я буду уважать доверенные мне тайны. Я всеми средствами, которые в моей власти буду поддерживать честь и благородные традиции профессии журналиста. К своим коллегам я буду относиться как к братьям. Я не позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к гражданам. Я буду придерживаться глубочайшего уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия. Даже под угрозой, повторяю, я не буду использовать свои знания против законов человечности. Я обещаю это торжественно, добровольно и чистосердечно. Я клянусь. Я хочу, чтобы все русские коллеги... Я хочу, чтобы все российские коллеги присоединились к этой клятве. Одно слово меняйте, два слова меняйте. Но к этой клятве мы должны все присоединиться. У нас, товарищи друзья, война. Это нельзя допустить. Берлинская Олимпиада в 36-м году. Это было торжество Адольфа Гитлера. И я не боюсь произносить это имя. Потому что Владимир Путин сегодня в Европе это Адольф Гитлер. Адольф Гитлер, несмотря на то, что ему самые ближайшие советники рекомендовали не торопиться, не брать Австрию, не присоединять судеты, не нападать на Польшу, потому что все было нормально и развивалось нормально. Адольф Гитлер им сказал, нет, торопиться надо. И то, что делает сегодня Владимир Путин. Крым это и Австрия, и судеты вместе. А Украина это Польша. Вы собираетесь занимать Киев? Я вам задаю вопрос. Вы собираетесь оккупировать Украину? Я вам задаю вопрос. И что дальше? Сегодня на телеканале CNN, который я смотрю сейчас больше, чем все украинские информационные каналы, потому что страна уже стала центром внимания мировой общественности, а не нашей. Майдан это было наше, а сейчас это уже мировое. Генерал Уэсли Кларк сказал такую вещь, и вот в чем Адольф Гитлер отличается от Владимира Путина. Адольф Гитлер не был миллиардером. И генерал Уэсли Кларк сказал, господа немецкие банкиры, где эти 40 миллиардов господина Путина? Вы понимаете разницу? Люди начинают войну за собственные миллиарды. Не за идею. Мы можем не разделять идею. Или разделять. Разные есть люди. Разные взгляды. Мы все уважаем. Но воевать за собственные миллиарды на нашей шкуре этого не будет. И еще я хочу сказать, еще одну вещь я хочу сказать, которая очень важная. На CNN сегодня выступал Збигнев Брижинский, Мадлин Улбрайт. Это бывшие государственные секретари Соединенных Штатов. Они говорили именно о судетах, об Австрии и вот об этой ситуации в Европе. И они не произносили Адольф Гитлер Путин. Я-то могу себе позволить. Я только что клятву произнес. Я буду говорить только правду. А это правда. И сторонники президента Путина на том же телеканале CNN, они придумали себе фантастический аргумент. Но Путин же хорошо относится к евреям. Ребята, это фантастика. Это вообще. Все вероисповедания, монотеистические, мусульмане, христиане, евреи, другие, люди, которых уничтожал Гитлер, гомосексуалисты, цыгане, они все равны перед законом. Мы все граждане одной страны. Как можно сегодня приводить аргумент в пользу Путина, что при нем евреям хорошо. Это же ужас. Путин себя поставил в позицию человека, который сегодня неприемлем никому на этой планете. Никому. И я бы хотел, чтобы наша программа была в основном к нему обращена. Это он это начал. И он это должен закончить. Как? Не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ